В городе Воронеж на улице Лизюкова живет котенок Василий, которому постоянно приходится спасаться от дворовых собак. И поэтому он мечтает превратиться в такого зверя, которого бы все боялись. Его слышит серая ворона, которая решает помочь Василию и исполнить его желания. Вспомнив волшебное слово своей бабушки, она переносит котенка в Африку, где он превращается в бегемота. Удивленная результатом, ворона решает открыть кооператив по превращениям. Оказавшись в Африке, Василий спрашивает у проходящей мимо слонихи, где он очутился, и та называет координаты местности. Василий рассказывает, что раньше был котенком и жил в Воронеже. Узнав от слонихи, что теперь он бегемот, Василий смотрит на свое отражение в озере и, пораженный увиденным, произносит. Всю жизнь мечтал стать бегемотом, чтобы ему не напекло голову. Слониха заботливо дарит ему свою панаму. Повесив на кокосовую пальму табличку, улица Лизюкова, дом 1, Василий лакомится кокосовым молоком, как вдруг замечает невдалеке пышную гриву льва, охотящегося на антилопу гну. Приняв льва за кошку, бегемот Василий подходит, чтобы познакомиться, и срывает льву охоту. Лев набрасывается на бегемота, и тот по привычке пытается скрыться, вскарабкавшись на пальму. Пальма, не выдержав веса, уходит под землю. Подоспевший лев издает грозный рык. Но бегемот ревет в ответ, и лев в испуге убегает. Тоскующий по дому Василий приколачивает таблички с адресами по улице Лизюкова на африканских деревьях, и тут слышит крик страуса о помощи, которого крокодил затягивает в озеро. Со словами, отпусти петуха, бегемот Василий бросается на выручку к бедному страусу. После непродолжительной потасовки под водой бегемот выносит на себе страуса на сушу. А ухватившийся за его хвост крокодил следует за ними по пятам. Спустившись на землю, страус одаривает пинком крокодила, а затем и обрадованного бегемота и, победно усмехнувшись, зарывает голову в песок. Бегемот Василий, как котенок, охотится на ананас, которым мартышка. Обвязав лианой, дразнит его с дерева. В это время начинается гроза, и бегемот, спасаясь от бури, бежит в потемневшие джунгли. Увидев в темноте горящие глаза, он спрашивает, как пройти в Воронеж. Разряд молнии освещает кобру, раскрывшую капюшон. И Василий, в страхе сломя голову, бросается прочь, превозмогая бурю и потоп. С единственным желанием, вернуться в родной город. После бури, бегемот печально плетется по пустыне, как вдруг замечает пролетающую мимо ворону с табличкой, рекламирующей свой кооператив по превращениям. Василий просит вернуть его в Воронеж. И ворона исполняет просьбу, от бегемота остается лишь панама, которую подбирает удивленная слониха. Вернувшись в Воронеж и обретя прежний облик, Василий больше не боится докучающего ему щенка. А сам пугает его ревом бегемота. К Василию подходит слониха, разыскивающая бегемота, чтобы вернуть ему панаму. Когда котенок сообщает ей, что он и есть тот бегемот, она надевает на него панаму и довольная убегает. Но заметив табличку с названием улицы, задается вопросом, откуда в Воронеже африканские названия? Субтитры создавал DimaTorzok